Кирилл Сергеевич, мы о нас не устаем слышать уже последние несколько лет. Да, поэтому будем еще слушать, будем еще слушать и будем еще оппонировать вам, так что не переживайте, никуда мы не уйдем. Дарья, честное слово, мне с вами хочется сфотографироваться. Я думал, что все зоозащитные организации это достаточно неадекватные люди. И вы сейчас в корне меняете мое представление о зоозащитных, потому что до того с Келли общался. Это все действительно люди радикально настроенные и говорящие, поэтому мне будет приятно с вами лично поближе познакомиться. Что касается Александра Юрьевича, большое спасибо за все то, что вы сейчас сделали, но позвольте небольшую критику в ваш адрес. Даже то письмо, которое мы все получили, цитирую. К сожалению, судьба церковых животных полностью принадлежит его хозяину. Вы знаете, к счастью, что судьба моих животных принадлежит полностью сейчас мне. Потому что мои животные, и я, к сожалению, к сожалению, вот именно в этих словах вижу негатив в свой адрес. И, наверное, всех воспринимает это действие достаточно к сердцу. Потому что если мы говорим о больших профессионалах, то как раз наши животные видят старость. То как раз наши животные умирают у нас на руках и благодарят нас за это, и мы плачем вместе с ними. Это горе, это очень трудно по-настоящему смотреть на это. Я видел, как мой папа Вальтер Запашный сидел в клетке и тигра умирал на руках, и он рыдал. Народный артист, сильнейший дрессировщик, буквально в смысле слова рыдал. И ничего мы сделать с этим не можем. Вот такая жизнь, любим мы свою профессию, любим мы своих животных. Но вот именно на такие фразы с удовольствием реагирует пресса. С удовольствием прибегают. Да, вот они из чадия ада сейчас соберутся, которые мучают своих животных. Николай Карпович Павленко, я сейчас буду прыгать из тему в тему, постараюсь уложиться в пять минут. Один из величайших дрессировщиков, вот я у него попросил. С 1976 года по 2005 год является отцом 150 тигров. Хотя в природе осталось не более 200. И мы это знаем, и цифра падает. Так вот, удивительный факт, что я, мой брат, не однажды звонили и предлагали ввести некую госпрограмму при поддержке зоозащитных организаций. Друзья, мы, Бактасарова, Павленко, Запашный, размножаем тигров, воспитываем их до определенного возраста. Ну, пока не сосут молоко мало, до полугода. Дальше вы, люди, которые заклеивают всю Москву рекламной продукцией, спасем белых медведей, тюленей, каждый баннер это около 1000 долларов в неделю. Это громадный бюджет, который вы тратите. Я говорю, возьмите, организуйте небольшую ферму в тайге с вертолетом, перевезли туда животных, они у вас еще годик там порастут. А потом выпускаем в тайгу со специальными ошельниками. Вы знаете, что они мне отвечают? Ну, это же работать надо. Это же деньги тратить надо. Я говорю, да. А как по-другому спасать хищников? А как по-другому? Путин дает все сегодня. Дает саммит, иди каплю, прилетает к нам. Громадные деньги, но кто-то же должен этим заниматься. Мы 24 часа в сутки занимаемся нашей профессией. У нас нету просто такой возможности. А вот вы из зоозащитной организации, вы просто обязаны взять эту функцию на себя. И тогда у нас, наверное, увеличится поголовье тигров в нашей тайге. А именно сегодня вымирающий ряд это усулийский тигр. Один, не один, а самый крупный тигр на свете. Ноль. Игнорируют, не хотят ничего. Тут же создаются вопросы. Вы абсолютно правы, вы оба, то, что, фактически, вы сказали, что надо отделить мух от котлет. Есть госструктура, самая большая компания Росгоссет, в которой уже давно, на протяжении нескольких десятилетий, введены нормы по содержанию животных, по кормлению животных. И прецеденты по издевательству над животными, они минимальные. Они минимальные, то есть, только если человеческий фактор какой-то происходит, что-то такое. Дальше, практика того, что, о чем нам навязывают, что старые животные переезжают на отстрел. Такого не может быть в госструктуре. Это вот, я сейчас, как директор большого московского церковного центра, и Фарзан Архимов, подтвердит, мы обязаны делать вскрытие независимыми экспертами, по какой причине тигр умер, животное, любое животное умерло. Мы обязаны предоставить шкуру этого тигра в компанию Росгоссет, для того, чтобы мы ее не проводили, этого тигра никуда-то не увезли, действительно, на отстрел. Эти нормы уже давно соблюдены. Но дискредитация, действительно, церковь происходит, во многом благодаря частным структурам. Частные церки, частные зоопарки. Сейчас вокруг Москвы более 15 шипетов крутятся. И я ни разу не видел Кирилла Сергеевича, пикетирующего частный цирк. Потому что прессы там нет. А вот с плакатом, я сейчас говорю... Я могу больше не выступать, за меня уже все сказано. Супер. Кирилл Сергеевич, я не пытаюсь уничтожить негатив, я пытаюсь просто немножко заставить задуматься у многих зоозащитников, действительно, что происходит. А там прессы нету. А вот с удовольствием спикетировать большой московский цирк, компанию «Росдос», цирк «Никульна» — это да. Потому что придут 100%. Пресса придет. Тут в «Никульн» ягод все забиваешь, и тут же тебе все про него. А про цирк «Пупкина» в Новогиреево — да никто знать не знает. Чего его пикетируют-то? Другое дело, ну давай, вы хоть раз видели пикетирующих Макдональдс или салоны автомобилей? Нет, я имею в виду в нашей стране, вот за последнее время. Я этого не видел. Честно. Я не поздравил адрес. Да? Я... Потому что, может быть, какие-то частные случаи, но не на такой постоянной основе, как это происходит сейчас с Росгустой. Потому что эти крупные компании со своим бюджетом закроют любую зоозащитную организацию, и они это знают. И они это купят старнями, правильно вы говорите? И они это знают, поэтому они туда не рыпаются. Но ведь именно там кушают животных. Именно там делают салоны на автомобиле. Тогда какой же мы-то зло, если вы это не замечаете даже. Господа зоозащитной организации. Я ни разу не видел ни одного пикета дельфинария. А это что? Служебное собаководство. Собаки-поводыри. Это все дрессура. Это все самая настоящая дрессура. Ну давайте поговорим со слепыми людьми. Вот лишим мы их сейчас этого использования животных. Причем в самом настоящем смысле этого слова. Они по-другому существовать даже не смогут. Вот попробуйте слепому человеку сказать, что он использует собаку. Что вы услышите про мемата в свой адрес? Ничего. Прозрачность абсолютно нужна. Я с вами согласен. И мы не являемся инициаторами сегодня Большой Московский цирк. Мы регулярно с вами делаем онлайн-трансляции со своих репетиций. Чтобы открыть глаза. В какой-то степени это даже поляризация цирка. Сегодня на сайте Большого Московского цирка еженедельно можно наблюдать в реальном времени, как проходят репетиции. Не только дрессировщиков, но и акробатов, гимнастов, клоунов. Действительно, мы показываем. Мы пытаемся. Я надеюсь, что и Росгосцирка, и Цирк Никулина, если у меня нету представителя, с удовольствием нам хватит. В Росгосцирке тоже, извините, Галилова Познана Регимовна, в Росгосцирке тоже у нас новый сайт открытый. У нас недавно, где-то месяца два назад, презентация прошла. Во всех цирках тоже можно репетиции посмотреть. Виртуальные экскурсии, все сделано. И мы будем работать дальше в дальнейшем надрезе. Потому что мы сами на сегодня заинтересованы. Действительно, есть факты нарушения и неправильного обращения с животными. Такие же факты, как, к сожалению, в Казани сейчас девочки маленькая кровь со спидом перелили. Но это не значит, что надо здесь ничего и хорошали за вот этого недобросовестного казанского доктора. Или вообще говорить, что детскую медицину нам надо перенести в Германию. Но это просто в корме неправильно. Надо изъявлять эти факторы. Надо действительно наказывать, уголовно наказывать, преследовать. И я за то, чтобы преследовать уголовно тех людей, которые действительно обращаются с животными в жестокой форме. А если доходит дело до убийства, значит, это реальные сроки надо назначать. Здесь, мне кажется, все цирковые будут даже солидарны. Солидарны в этом. Но, к сожалению, никто даже не пытается задуматься, а что сейчас хотят зоозащитные организации. А я вам скажу, набирают политический ход. Вот. Вот если проанализировать все то, что они действуют, и с кем они завязаны, они во многом в себе создают сегодня имя. И вы в дальнейшем увидите партию зеленых, которая, как в Германии, наберет сильные обороты. Которая будет второй действующей властью. В Нью-Йорке они сейчас добились того, что проходит судебный процесс по признанию обезьянки Микки личностью. Давайте еще браки разрешим с животными и права выдаем. Ну вот, зоозащитная организация до какой-то елиси доходит. Просто непонятно, что у людей в голове. Если мы это все будем поощрять, если мы не будем останавливать этих людей в своих каких-то бредовых даже инициативах, понимаете, то мы докатимся до чего угодно. Вы говорите, и мы с вами поддерживаем, у нас строятся новые цирки. И дрессировщики заинтересованы в том, чтобы как можно больше площадей. Но нам очень трудно внедриться вот в этот процесс строительства цирка. Чтобы действительно нормы по площадям за кулисной части, чтобы они увеличивались. Вот здесь вот, наверное, можно внести какие-то поправки или ввести нормы для того, чтобы строительные организации обязаны были это делать. Сейчас Полунин в одиночку бьется со всем Санкт-Петербургом, чтобы его цирки не зажали отелями. Он говорит, ребята, вот тут пока еще есть земля, дайте мне ее. Я построю слоновник, я построю дополнительный теплятник. Но там деньги побеждают взрывы смысл сейчас. И он в одиночку бьется. И ни одна злота защитная организация не говорит, ребята, нельзя строить отель рядом с цирком. Все, его уже потом не сместили. А цирку расширяться просто некуда. При всем желании Полунина ему дальше некуда будет в подвал врываться. Этого не произойдет никогда. Про программу спасения хищников я уже сказал, можно быстро. Вот наша организация является ВИРТА, а есть организация ВИТА. И я ждал, что они к нам сегодня придут. Нет, я честно, я прям хотел на этих людей хоть раз вживую поглядеть. Потому что столько, столько они бьют на нас. Я последний трюк, который я видел в Питере, что для того, чтобы медведь научился танцевать, у нас громадная плита электрическая. Значит, многотонная, вмонтированная в каждый цирк. И вот подключают, и медведь танцует. Где фотографии? Где видео? Где хоть какие-то доказательства при современных технологиях? Ну, то есть, и самое главное, пресса с удовольствием это подхватывает. А дальше нам приходится просто пытаться еще как-то... Это хорошо, вот у меня у Карины сегодня есть имя с Артуром. Мы можем позвонить, и там возьмут трубку. А когда где-то в Рязани облили кого-то грязью, и дрессировщик Иванов звонит, его должны слушать. У него нету имя, к сожалению. И очень трудно обороняться порой в условиях. Действительно, воинов только настоящего немного. А они очень серьезные нападки делают. Я бы мог говорить еще очень много, и мне это интересно, и мне это очень до боли все знакомо. Но, наверное, самая правильная была бы инициатива навести сегодня порядок во всех частных структурах. Потому что во многом они дискредитируют цирк, во многом там творится настоящий беспредел, они во многом абсолютно бесконтрольны. Не знаю, может быть, на базе компании Росгусцирк создать отдел, Гусцирк как главная цирковая компания в мире, самая большая цирковая компания в мире, организовать, может быть, пускай именно эта компания выдает некую лицензию. И у них есть все возможности сегодня по контролю. Это и прекрасный ветеринарный отдел, и нормы по питанию, по содержанию животных. У них тоже все прописаны. Может быть, при участии, я хочу подчеркнуть, российская государственная цирковая компания, большой московский государственный цирк. Мы имеем сегодня официальный статус, и государство нас активно при этом поддерживает, и Министерство культуры, и Владимир Владимирович Путин, и много людей, его всегда вытащат в зону. Они сегодня реально смотрят на цирку и нам помогают. Но порядок вот в этом плане, мне кажется, если мы с этого начнем, то мы во многом с ним не будем другие проблемы. Спасибо большое. Если есть ко мне вопросы, я с удовольствием отвечу. Если нет, простите меня, пожалуйста, у меня Министерство культуры вызовы, мне 4 часа будет так. Спасибо. Браво. Спасибо. Пожелание, да, только не критикое вступление. Нет, это не честно. Ну, я единственное хочу, во-первых, одна реплика, ну, наверное, в какой-то такой вот эмоциональном перегрестие, может быть, вы как-то не диперинфицируете просто горячий перелосердейший, один из самых конструктивных, рациональных и спокойных представителей зубозащитных движений. Вот, поэтому не совсем, может быть, и приятно быть, и каких-то других, здесь сложно, потому что все зубозащитное движение, это хорей-петра Кащук. Опрос бы только одна, но я вот сейчас в своем слове об этом скажу. У нас, к сожалению, самая главная проблема для всех нормальных зубозащитных организаций, для народных артистов России заслуженно, это одна проблема. Я уже неоднократно об этом говорю, что мы все сегодня способны дергать за занавески и никак не дотянемся до тех самых вождей, которые двигают проекты, которые могут нормально регламентировать законодательно все эти наши вопросы и так далее. Нас упорно не слышат на протяжении уже последних 15 лет. Вы известный человек. Человек, как вы сами сказали, когда он позволит, ему отвечает. Я убедительно вас прошу от имени всех присутствующих вот оказать прямое содействие, как и параграфируемое и так далее, как и наших уважаемых Багдасаровых, заслуженных артистов и так далее. Все-таки добиться, чтобы мы дотянулись до этих вождей и могли, по крайней мере, попасть в поле внимания лиц, которые принимают решения. Вот, уважаемая Патерейна Курсинованна, она пытается этим заниматься год, и год с ней играет в игры. Это сквошная имитация. Об этом говорит наш федеральный законопроект и другие. Ничего пока не получается. Я хочу, чтобы это было зафиксировано. Никакого диалога с государством не получается. Потому что большая часть вопросов как раз и связана с нормальной регламентацией. А все остальное... Кирилл Сергеевич, вы меня, простите за то, что я не сорвался на вас, я просто еще вчера себя нагрел. Да, понятно. Я не ничего не могу. Я на этом здесь и сижу. Поэтому вы просите меня, если я был действительно кто-то не прав. Я с удовольствием познакомлюсь со всеми более лично. Я, как доверенное лицо Владимира Владимировича Почина, буквально неделю назад мы с ним, неделю назад встречался, и он в очередной раз сказал, друзья, приходите с готовыми предложениями. И у меня была возможность задать вопрос, показать любой документ. И если действительно наша инициативная группа, назовем ее так, пропишет что-то, на что мы хотим, чтобы обратили внимание, поверьте, сегодня с удовольствием это возьмет в руки. И первое лицо государства, и Министерство культуры уж тем более заинтересовано... То есть к вам, как к нашему бакбреду, в присутствии всех, мы можем подойти, где вы нам назначили в любое время, и принесем соответствующие предложения. Давайте, правильно я понимаю? Послушайте, я не хочу перетягивать одеяло на свою сторону. Здесь есть люди, которые не менее профессионально этим занимаются. Если мы все придем к какому-то общему консенсусу, назовем это так, и действительно подготовим пакет документов, то я могу являться тем человеком, который просто-напросто передаст. Я для этого и стал доверенным лицом. Я не хочу, чтобы это было частным инициативом. Это все люди, да. Валентина Ивановна, Сергей Михайлович. Опыт размножения очень большого количества видов животных. Это и дальневосточные леопарды, и тем более, если вы говорите, сможем взять выбить бюджетные, то можно перед компанией, там большой московский цепь, цепь Никулина, розыгрышных, ставить даже задачи. Ребята, нам надо 10 леопардов, нам надо 20 антигутов, нам надо, и сегодня мощности позволит нам это делать. И опыт наш тоже позволит. У нас действительно великолепно размножаются, и все рождалось, все что угодно, все что дрессируемое, оно все рождается. Поэтому я надеюсь, просто можно изучить проблемы, вопросы нашей страны, а может быть и не наши, можно это сделать и международного уровня события, там, я не знаю, в Китае, там... Это уже происходит, в частности, ровно в такой вот, в этой связи. У нас Южная Корея в России заказывает восстановление импопуляции геморарской мемии. У них вообще нет. У нас есть налоги... Если вы кудрявцам дадите сегодня задание сделать медвежий роддом, то потом корейцы будут отбрехиваться, сказать, хватит, нам не нужны эти... Нет, они не будут. Большое спасибо. Я возьмусь за это. Спасибо, извините. На черодом беде замечательный. До свидания. До свидания. Спасибо.